Всем здравствуйте! С вами на связи Ленина Мотела. Я приветствую вас на своем канале. Совсем недавно в разделе «Сообщество» я просила вас поделиться с идеями новых раскладов. Мне понравилась одна идея, в принципе, многие, но мне нравится разбирать свои склады периодически, которые не совсем, как бы так сказать, неординарные, что ли, какие-то бесшебашные, веселые, ну, можно отнести к категории несерьезным, да, каким-то таким легким, но достаточно забавно. Почему? Для того, чтобы, ну, просто разбавить тематику, наверное, канала, потому что в каждой шутке, как говорится, есть доля истины, и очень, ну, хочется что-то, что-то вот всегда такого, чего я еще не пробовала, да, чтобы мне было интересно в первую очередь, потому что, когда интересно мне, это будет интересно и вам, по той причине, что я буду выкладываться на все сто процентов, да, и если вам понравится название, значит, вы посмотрите этот расклад. Ну, и, как следствие, вы получите результаты свои. Итак, тема сегодняшнего расклада, значит, звучит следующим образом. Если бы я был, была человеком противоположного пола, то каким бы я был, либо была? Мне очень интересно, ну, то есть, проще говоря, мы посмотрим сегодня, то есть, если вы женщина, да, и были бы мужчиной, то какими, скорее всего, бы качествами вы обладали? Я не могу предсказать вам вашу внешность, но качество, да, возможно, манера поведения. Если я слаблю волну, то смогу, может быть, вам какие-то детали описать вас, вот. А если вы мужчина, да, потому что помню, что на канале вот очень маленький процент, но все равно мужчина присутствует, вот. Если вы мужчина, то наверняка было бы любопытно, ну, хотя у мужчин не возникает такой вопрос, но все же, какая бы вы женщина была? Да, да, это с одной стороны, ну, то есть, такой легкой, игривой, а с другой стороны, как я уже сказала, да, в каждой шутке есть доля истины. В нас, безусловно, и вы знаете, присутствуют две энергии, активные и пассивные, кто-то называет мужская и женская, неважно, суть дуальности. Значит, как вы можете посмотреть расклад? Идеи набрасываю. С одной стороны, вы смотрите с точки зрения, чисто любопытство, а если бы я, допустим, была мужчиной, то каким бы я была, это один момент. А другой момент, посмотреть, каких качеств вас больше, мужских или женских. Ну, потому что, зная себя, например, да, как женщину, то вам уже и, ну, вы увидите эти качества в себе. Значит, те, которые я буду описывать, мужские, как противоположные по вас, возможно, либо они есть, либо в спящем виде, но вы можете потом даже подкорректировать, да, чего вам достает. То есть, провести работу. Кто хочет углубиться, углубляется, кто не хочет просто повеселиться. Это один момент. Второй момент. Сейчас еще одна мысль была такая, что я хотела. А, кстати, вы можете загадывать даже, ну, поскольку вы смотрите для мужчин тоже, да, то есть женщины, которые являются большинством слушателей моего канала, вы можете загадывать даже своих мужчин. Ну, то есть, я не знаю, мужчина там, брат, приятель, знакомый, коллега. Ну, то есть, и посмеяться, каким бы он был. Поэтому, три позиции. В каждой позиции буду смотреть, есть ли вы женщина, ваши качества на данный момент, да, чтобы понимать. И, если бы вы были мужчиной, какие качества. То же самое проделаем с мужчиной. Пока вы мужчина, скажу, все пока. Поскольку вы мужчина, да, какие у вас есть качества. И посмотрим, если бы вы были женщиной, то, какими качествами вы обладали. Вот. И кто захочет поработать, мяком пахнет. Кто захочет поработать над собой, тот может там сравнить свои качества, какие есть, каких нету. В общем, расклад такой достаточно многогранный сегодня. Я не знаю, я к нему отношусь так легко, весело. Потому что, вообще, понятия гендера для меня, в принципе, может быть, как такового-то и не существует. Вот. Но, все же, ладно. Не буду сейчас вступлений никакого давать. Я, естественно, тоже запишу, кому будет интересно мое мнение насчет этого, запишу. Кстати, можете предлагать идеи для роликов, непосредственно размышлений, да, если вам какая-то информация не хватает, которую я буду записывать отдельно, да, вместо вступлений. Можете оставлять даже в комментариях. Итак, позиция номер один, позиция номер два и позиция номер три. Потому что я видела, что вам приглянулись ролики, место вступления. Я буду их давать. Тут не пахнет и все. Не могу понять, где-то, где-то мне пахнет аммиаком. Ну, в последнее время у меня обострился нюх, как у собаки, и я воспринимаю запахи очень резко. Вот. Так. Ну, здесь выбрали. Так, отодвигаем. Итак, позиция номер один. Смотрим сначала для женщин, да, потому что вас больше, а потом для мужчин. А какой у вас характер, как у женщины сейчас, какими качествами вы обладаете, да, для того, чтобы, возможно, себя узнали, и потом, если нет, может быть, надо другую позицию выбрать. А в идеале посмотреть все. Смотрите, как интересно, да. Значит, я спрашиваю о женщинах. Выпадает мужской архетип. Король Пендакли. Интересный момент, то есть на вас уже выпадает женский, да, 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 да. Здесь у меня, если бы я не знала, что вы женщина, как говорится, да, я бы сказала, что вы мужчина, потому что выпадают мужские качества. Значит, как женщина? Ну, во-первых, вы человек достаточно ресурсный. Это огненная часть земли, да. Человек достаточно стабильный, структурный. Человек, который любит наслаждение, удовольствие, быт, комфорт, уют. Но сейчас, возможно, на данный момент, либо вы проходите какую-то трансформацию, и у вас идут перемены, да, какие-то психологические, я бы сказала, да. Либо, если мы смотрим на бытовом уровне, то здесь идут просто какие-то перемены в вашей жизни на данный момент, когда вы, быть может, достаточно долго были стабильны в чем-то, и вот нацелились на достижение каких-то результатов. Здесь достаточно такая, знаете, энергия земная, ну, она достаточно вот такая вот тяжеловатая. Есть, есть подвижность, да, я не могу сказать, что вы ленивый человек, ну, вот как-то вот здесь вот, может быть, сейчас период такой, да, и вот я вас считываю как человека, который, ну, я не могу сказать, что вы легкий на подъем для женщины, да, то даже достаточно время, может быть, вы где-то были такими стабильными, и вам захотелось сейчас именно перемен. Именно сейчас захотелось, возможно, обновить как-то свой гардероб, возможно, захотелось прям, знаете, как-то, может быть, и вес сбросить, может быть, как-то за собой посмотреть. Здесь не, нету такого, что вот вы как-то вот прям кардинально меняете свою внешность, там кто-то решил постричься, нет, здесь не про это, а вот именно как-то обновить свой гардероб, и вот как-то здесь хочется встряхнуться, да, такой вот небольшой встряски. Поэтому я и сказала о том, что, возможно, кто-то захочет сбросить вес, но не заниматься физическими нагрузками, то есть спортом, это не совсем про вас, да, то есть если даже и есть спорт, он больше... Возможно, это как-то в ваших мечтах, да, какие-то вот такие, какой-то такой жесткий вид спорта, больше мужской, я не знаю, как регби, может быть, я не знаю, почему мне пришло это для женщин, да, либо хантболл, либо вот что-то такое, где есть некое такое соперничество, да, некая такая конкуренция, но она как-то вот придает адреналина такого очень интересного, поэтому сейчас вот как-то вот такие у вас перемены. Теперь, какие качества ваши, если можно сказать... Знаете, вот мне почему-то идёт, что вы как-то в голове в своей больше, если что-то хотите поменять, то больше как-то вот в голове не очень рискуете. Я не могу сказать, что вы там продумываете стратегию, да, как что-то поменять, нет. Здесь идёт больше то, что пока, пока у вас это всё в голове, какие-то цели, какие-то планы, достижения. Но сейчас вот вы выходите, не то, что вы выходите из застоя, а вы как будто бы немножечко меняете свой характер, вы достаточно стабильная женщина, надёжная, да, та женщина, на которую можно опереться. Как-то здесь говорят о том, что вы... Вот у вас присутствуют из женских качеств такие, как... Есть женская энергия, всё равно мужская как-то перевешивает. Женская присутствует, но она присутствует больше в выражении некой своей интуиции и какой-то такой, знаете, вот иллюзорности, когда вы что-то придумываете себе, когда есть какая-то вот двойственность, какая-то вот такая хитринка, немножечко себя обманываете, потому что здесь выпала карта, говорящая о страхах, но я их не считываю, то, что вы такой трусливый человек, это нет, вот здесь вы больше, мне идёт такое, знаете, про мужество, про храбрость, можно сказать, баба гром. Нет, вы можете быть достаточно хрупкими и достаточно фигуристыми, да, то есть я не говорю о том, что здесь женщины в теле, нет, достаточно красивая, изящная у вас фигура, то есть вы не мужеподобный, но здесь вот идёт такая какая-то вот энергия, это просто качество энергии, когда вы достаточно сильный человек, да, вот такой вот мужественный, храбрый, отважный, такая некая даже не то, что амазонка, у амазонок была какая-то агрессия, у вас нету этой агрессии, у вас есть эта нежность, но она такая, знаете, по настроению, я бы сказала, когда захочу, тогда покажу, вот как-то так, но если даже она и проскальзывает, то где-то, когда вы сами с собой наедине, да, потому что не любите показывать эту черту, не потому что вы считаете, что это слабость, а просто не любите, не считаете нужным, да, что в нашем мире нужно это показывать. Ну вот такое описание женщины мне дали, а теперь давайте посмотрим на вас, если бы вы были мужчиной, то какие мужчины бы вы были, да, какими бы качествами обладали. Знаете, я бы сказала, что как мужчина вы были бы достаточно мудрым человеком, да, такого философского склада ума, однозначно эгоистичным, здесь идет не вопрос манипуляции, а человек, отшельник, который закрывается для того, чтобы что-то, вот философы, знаете, люди, которые не то что занимающиеся эзотерическими знаниями и мистицизмом, а больше, я бы сказала, таким философским складом ума, да, научные какие-то исследователи, либо это люди, которые, ну вот больше религиозные почему-то мне идут, да, то есть, возможно, занимались бы, ну, какой-то чин, или как это называется в религии, да, получили бы, ну, то есть не простой монах, а вот именно занимали бы какую-то должность, да, вот, ну, как это называется правильно, в религии, да, почему я говорю религию, потому что вам это было бы интересно изучать, то есть здесь человек, как мужчина, который, знаете, вот довольно такой, с большим багажом опыта, человек, почему-то я вижу вас именно брюнетом, таким, я не могу сказать, что слишком высоким, ну, где-то до метра восьмидесяти, не выше, нет, с короткой стрижкой, такой, знаете, достаточно, не то, что брутальный, да, с накачанными мышцами, нет, вы бы посчитали, что это, ну, чрезмерно, да, как-то вот вы бы занимались своим телом, но только потому, что это нужно вам для ваших, возможно, каких-то исследований духовных. Вот здесь вот у меня проскальзывается человек с большим, огромным опытом, да, даже если бы вы были каким-то предпринимателем, либо бизнесменом, да, то человек, которого часто кидали, человек, который, возможно, вот в период 90-х, да, когда был вот это вот непонятное, да, в плане бизнеса, когда были эти гопники, вот что-то такое, то есть человек, который прошёл это всё и пришёл к тому пониманию сейчас именно, как нужно жить правильно, да, как нужно жить по каким-то, знаете, вот человек, который сожалеет о том, что когда-то в прошлом, возможно, совершил какие-то ошибки и понял, что это вот было глупо по молодости сделано, да, но благодаря вот этим вот ошибкам вы как будто бы научились. Вот здесь человек с огромным багажом, но при этом человек, который очень хорошо понимает структуру души другого человека, человек, который мог, может пожертвовать, да, то есть для него важны материальные блага, да, какой-то вот достаток, но при этом человек, который не привязывается к материальному, если нужно чем-то пожертвовать, то знаете, вот как мецената, да, не потому что вы бы как-то очищали, да, свои грязные деньги, как говорится, нет, а действительно, то есть вы тот человек, который не афишируя, да, могли бы подарить крупную сумму анонимно какому-то детскому дому, да, приюту, то есть вы бы как будто бы под свое крыло брали бы не то что нуждающихся, да, людей, а тем, которым вы бы посчитали нужным отдать это, потому что в какой-то период вашей жизни вам этого не хватало, да, чтобы кто-то пришел и помог, то есть, знаете, это как будто бы вот как-то свое прошлое, не то что вы его очищаете, а какие-то, знаете, вот как будто бы свои потребности детские, да, вы сейчас реализовываете, допустим, в детстве вам не хватало там дополнительная смена обуви, и сейчас, когда есть финансовая возможность, да, вы как будто бы помогаете нуждающим именно, потому что вы вспоминаете себя, то есть здесь такое, знаете, качество, которое через какой-то свой прошлый опыт вы помогаете другим людям, здесь достаточно такая, человек, который, а знаете, вот мне идет офис, да, очень обеспеченный человек, вы не бедный, вы не просто менеджер, там, какого-то среднего звена, да, а здесь мужчина, который добился многого в своей жизни, да, но при этом не огромный опыт, человек, который, в принципе, по своей природе отшельник, одиночка, иногда вы можете быть, если были бы мужчины, достаточно жесткими и жестокими, и вот это вот свои боль и рану, когда есть моменты, просыпаются вот эти вот какие-то темные стороны вас, я вижу, что вы пьете, не то, что идете в загуб несколько дней, нет, но вы пьете, причем пьете в одиночестве, потому что хочется выйти, но нету возможности показать свою слабость, и это не желание показать слабость другому человеку, и вот в эти моменты, почему мне идет эта картинка, в эти моменты почему-то вы, как мужчина, не то, что молитесь, а вот здесь идет такой, знаете, диалог с Богом, диалог с тем, во что вы верите, я также вижу, что в какие-то моменты, опять-таки, не афиширую, у вас, знаете, такое ощущение, что есть жизнь двойная, та, которая видна, и та, которая скрыта, и вот в те моменты, когда вы не афишируете, в вашем окружении есть люди, духовно развитые, в контексте именно религиозных понятий, и я вижу, что вы встречаетесь для того, чтобы в мужском кругу, для того, чтобы перенять какие-то знания, вы задаете вопросы, но там немного людей, возможно, ну, допустим, если мы берем людей, которые изучают кабалу, да, вы, допустим, обращаетесь к какому-то раввину, ну, и задаете сакральные, такие глубокие вопросы, которые вас беспокоят, да, касательно, например, справедливости, да, где справедливость, почему так, да, здесь ощущение, что вы потеряли что-то такое родное, вас воспитывала мать одна, а с отцом я не вижу присутствия мужской энергии, вот, и здесь есть еще то, что вы человек, который готов впустить вот это вот, вы как будто бы знаете, на перекрестке с одной стороны есть прошлое, а с другой стороны есть будущее, когда вы впускаете в свою жизнь новые энергии, если это профессиональная сфера, я не вижу почему-то личную жизнь, именно профессиональную, вы прислушиваетесь к мнению очень талантливых людей, у которых есть вот такие вот инновационные взгляды, но вы слишком, вот как-то знаете, вот такая грань у вас, да, вы умеете это балансировать, с одной стороны вы слишком, как она называется, это слово, оно такое, не то, что конструктивный, а, боже, я забыла это слово, как будто бы стабильный, а с другой стороны вы впускаете, ну, то есть прислушиваетесь к мнению талантливых сотрудников, у которого есть новое видение, то есть вы его приветствуете, вы не отрицаете, что вот есть только мое мнение, да, открыто вы это не заявляете, вот я вижу у вас человека, который больше слушает и принимает решение самостоятельно, вы всегда опираетесь на себя, у вас есть вот эта чуйка, хорошо, я хочу посмотреть еще, какие качества у вас есть, как мужчина, неизвестность, ну, все, больше говорить не буду, выпала карта неизвестности, как говорящая о том, что вы и так прекрасно знаете, если вы были мужчиной, да, то есть ответы есть у вас, не надо, ну, дальше вам не надо знать, хорошо, не захотела нам оракул сказать, вот таким мужчиной вы были бы, примерную жизнь я бы вам описала, почему я не увидела личную жизнь, потому что наверняка здесь такая категория мужчин, была бы, которая не получила, ну, то есть не имеет успешной семьи, если была семья, то это развод, то есть сейчас на данный момент вы бы были тем мужчиной разведенным, и, ну, вот с закрытым, вот такая энергия, понимаете, умный человек, мудрый человек, знающий человек, с огромным опытом, но закрытый, потому что жесткий, потому что, потому что иногда жестокий, достаточно эгоистичный, но в то же время с мягкой душой, вот я вижу, что у вас был бы один ребенок, мальчик, и вот какая-то вот боль, да, от этого расставания, женой, ну, в общем, здесь вот такая вот история, так, а теперь посмотрим на мужчин, по первой позиции, итак, вы мужчина, ваш характер, о, огроменный расклад получился, ну, ну, прикольно, так, и вы мужчина, офигеть, все напедакливые, то есть и мужчина у меня тоже денежные проходят здесь, и женщины, только женщины, это были серьезными, да, выпадал король пентаклей, а вот на моих любимых мужчин выпадает девятка пентаклей, да, то есть, женский прообраз, то есть, у вас вот энергия женская, хорошо, мужчина, с какими качествами, ну, три карты, три карты пентаклей, вы тоже земной человек, представитель земной такой стихии, да, человек, который ресурсный, да, но, если сравнивать с женщинами, то вы вот здесь, по первой позиции, вы не дотягиваете, потому что там выпал аркан придворный, а здесь выпадают цифровые, арканы, говорящие о том, что вы человек, который любит трудиться, человек, который любит пожинать плоды своего труда, да, человек, который умеет ждать, либо человек, который частенько ждет и тормозит, но при этом вы любите работать, да, то есть, любая работа для вас не зазорная, не такая, это полезная, это нет, вы любите работать, вы, любите как-то, знаете, вот оттачивать свои навыки, даже если у вас была бы, ну, вот если бы вы, допустим, работали на заводе, да, то для вас вот эта вот рутинная работа, она не была бы, ну, такой неприятной, еще какие качества здесь, вы человек, который собирает некий такой опыт, то есть вы человек процесса, не результата, вам не столь важен результат, сколько важен процесс, и вот здесь вот так интересно, ваша энергия по сравнению с женщинами, она намного легче, она такая, знаете, не то, что вы как безответственный человек, нет, но вы живете как-то намного легче, вы живете по жизни как-то намного проще, да, ну, я не знаю, там, поставили себе цель, вы не амбициозны, пошли на работу, получили зарплату, заплатили то, что нужно заплатить, и все, здесь такое вот ощущение, что, ну, слишком вы как будто бы, здесь не тяжелая энергия, не то, что вы рутины, ну, как будто бы вот просто не задумываетесь, ну, вот это вот размышление, да, оно как будто бы вам чуждо, ну, ни к чему, здесь вы решаете вопросы по мере поступления, причем чисто с практической точки зрения, да, своей какой-то выгодой, я не могу сказать, что вы чувственный человек, достаточно закрытый, показываете людям то, что вы считаете нужным, что нужно показать, да, есть знания, но вы не показываете это людям, то есть то, что вы знаете, то, что вы пережили, то, что вы имеете, об этом знаете только вы, не показываете, не афишируете, ну, как будто бы вам не нужно, вот вы человек, человек, который живет больше в прошлом и мечтает о будущем, человек, который, как-то знаете, может быть, вы задумываетесь о духовности, но самостоятельно, идти в этот путь вам не интересно, вы не развиваетесь, для вас важно больше воспоминания о каких-то прошлых, былых победах, вот как будто бы, знаете, вот праздник 9 мая, когда вышли все на парад, не вспоминаешь, что когда-то была война, и когда-то мы победили, и вот вы когда-то воевали, вот какой-то вот былой такой солдат, здесь ощущение, что вы себя не проявляете в социуме, вот как-то вот вы закрываетесь, достаточно стабильны, и вот в этой стабильности она как будто бы, знаете, вот как будто в каком-то вот болоте, понятным, известным, ясным, доступным, без чего-либо напридуманного, но при этом глубоко в своей душе, вы как будто бы хотите вот этого вот легкого ветерка, как будто бы мечтаете о какой-то женщине, вот она придет и поменяет мою жизнь, вот придет что-то в мою жизнь, и оно поменяется, вы не надеетесь на судьбу, нет, а вот какая-то мечта у вас есть, а вы ее не реализовываете, и даже перестали о ней думать, вспоминать, как-то вот закрываетесь от этого всего, но вот вы такой вот человек, как будто бы есть, и как будто бы вас нету, я не знаю почему, но вот здесь вот такая энергия, как вот некий фантом, не могу я вас уловить, даже странно так, потому что земная вроде бы, масть выпадает на вас, и я должна была вас очень четко видеть, но здесь какая-то такая вот ощущение, что вот вы невидимы, может быть это период, да, как я сказала уже для женщин, возможно это период такой сейчас, такое тоже может быть, мы же всегда смотрим карты, в моменте здесь и сейчас, хорошо, давайте посмотрим, каким бы вы, либо какой бы вы, если бы были женщиной, вот смотрите, сейчас у вас энергии такие, как будто бы бесформенные, они есть, но они бесформенные, да, как мужчина, а вот если бы, ну то есть не совсем активные, более пассивные, а вот если бы вы были женщиной, вы бы были достаточно конфликтной, женщина, которая обладает неким таким интеллектом, но даже если бы вы были женщиной, вот вы сейчас выпадаете по четверке педагли, как мужчина, да, то есть человек, который сохраняет свои ресурсы, человек, который цепляется, держится за то, что имеет и не идет в развитие, то и при, если бы вы были женщиной, то в данный момент, именно на данный момент, вы бы точно так же себя вели, как будто бы в вашей жизни был период, бы сейчас, когда что-то завершилось, да, либо возможно вы вышли как-то из какой-то конфликтной ситуации, из каких-то зависимых, возможно, отношений, как женщина, и вы бы были сейчас в некой такой паузе, как будто бы вы пошли на некое такое перемирие, в вашей жизни бы был именно сейчас, на данный момент, какой-то вот период достаточно болезненный, достаточно конфликтный, и вы бы сейчас проходили какой-то завершающий этап, который из вас бы высосал вот все вот эти вот соки, и с чем это связано, здесь не характер описывается, а ситуация описывается, она связана непосредственно с какой-то страстью, знаете, здесь, может быть вы, я не говорю о том, какие-то, не то что измены, а здесь был бы какой-то вот такой, знаете, вы бы ходили на грани некого такого риска, желания двигать, вот здесь идет, знаете, вот пример такой вот, как Матахари, да, которая, вроде бы, женственная, такая, но при этом она собирала информацию для того, чтобы сдавать там, если я не ошибаюсь, во время войны, сливать информацию как раз к противоположной стороне, вот здесь вот, ну что-то такое, то есть на грани опасного, да, на грани чего-то такого, когда бы вы, не то что вы рискуете своей жизнью, нет, но вы находились бы на постоянном таком риске, это было бы страшно, но вот если бы вы как женщина были, вам бы не хватало адреналина, вот так интересно, как мужчина, да, вроде бы мужчин должно быть больше адреналина, вы проявляете какие-то женские качества, а как женщина, вы бы проявляли наоборот мужские качества такие, вы знаете, вот какая-то вот хитрость какая-то, как будто бы, вы знаете, вот на дорогах опасная езда, да, там на поворотах, не знаешь, занесет или нет, да, вы даже не сбавляете скорость, вот здесь что-то такое, вас бы очень возбуждал именно страх, вот он бы как-то вас мотивировал, да, на какие-то действия, стимулировал бы как-то в вашем развитии, выходить из зоны комфорта, вы бы постоянно рисковали, да, как-то своими, возможно, вложениями, своими ресурсами, то есть сейчас как мужчина вы цепляетесь, а как женщина вы бы рисковали, да, вкладывали куда-то, как-то приумножали, что-то вы с этим делали, пишу еще какие-то качества, да, как женщина, просто хочу посмотреть, вы были бы неконфликтны, и, ну, у вас бы не было вот этого вот, интересно, да, оракул говорит о неконфликтности, а Тару Шаманов говорит наоборот, что вы бы были, ну, то есть рисковали, вам бы нравилось, здесь, возможно, вы бы не провоцировали, то есть был бы риск, он какой-то такой, знаете, завуалированный, не напрямую, чтобы не провоцировать людей, а как-то, как-то хитро, понимаете, как-то хитро, однозначно, вы бы не сидели дома, в уединении, это было бы не ваше, у вас был бы достаточно такая тяжелая, я бы сказала, судьба, да, вы бы очень, вот почему-то мне кажется, что, знаете, здесь какая-то вот там ванюристка проходит, которая, нету такой, знаете, вот четкости, упертости, я иду к своей цели, либо еще что-то, нет, а здесь вот как-то вот, какая-то вот хитрость такая, достижение своих каких-то целей, но каким-то непонятным путем, через, вы знаете, вот ощущение, что невозможно бы разводили мужчин на деньги, на какие-то ресурсы. Спрашиваю, почему бы у вас была черная судьба, я говорю, трудная судьба, наверное, потому что здесь было бы яркие, такие огненные качества, проявленные, и в некой степени, знаете, такого эгоизма, вам бы не хватало, наоборот, какой-то честности, справедливости, что ли. Вы бы, вот смотрите, как женщина, да, вы бы как раз-таки себе перекрывали вот этот вот финансовый потоп, то есть, что здесь вы держите за ресурсы, которые имеете, что как женщина, вы бы перекрывали себе свой финансовый поток изобилия, своими собственными вот этими вот поступками и действиями, да, потому что поступали бы несправедливо, понимаете, где-то бы обманывали, где-то бы хитрили, потому что не выполняли бы свой, ну, так, не то, что, долг, а, возможно, шли бы как-то против своего рода, против создания семьи. И вот такое ощущение, да, что вот вы как мужчина, это самый такой вот идеальный опыт, что ли, такой более спокойный, потому что если вы были женщиной, вы были вообще как-то вот противоположенную, противоположенную какую-то, ну, как некий пират какой-то, да, противоположные бы уже жили, как женщины. Здесь, если у женщин по первой позиции, ну, как-то вот схоже было, то здесь, здесь абсолютно противоположенную, у вас была бы другая жизнь, абсолютно другая жизнь. Ну вот, не буду больше смотреть. Напишите. Что, как? Так, ааа, хорошо, давайте пойдем к позиции номер два. Сначала мы смотрим вас как женщина. Какие качества у вас женщина? Здесь женщина, знаете, достаточно ресурсная, достаточно вы изобильны на самом деле, но дело в том, что ваша причина заключается в нераскрытой собственной силе. Вы не знаете свою собственную силу, вы, вы знаете, у вас очень много возможностей, достаточно большой потенциал, но вы как будто бы из-за своих собственных страхов, да, вы не, вы не знаете себя, вы не можете, как-то себя ограничиваете именно в этом. Где-то присутствует, знаете, вот какая-то иллюзорность, да, именно в вашем мышлении, как-то что-то вот напридуманное, где-то ищете того, чего нету, да, некого такого подвоха. Здесь страхи, они вас ограничивают на самом деле. Я не могу понять, то ли вы боитесь своей собственной силы, которую вы внутри себя, как женщина, ощущаете, то ли вы боитесь каких-то вот возможностей, но однозначно, потенциал у вас достаточно большой, вы, по идее, не должны были нуждаться ни в финансах, ни, как-то, знаете, ну вот, даже в отношениях, ну то есть наоборот, рядом с вами должен был быть какой-то такой достаточно серьезный мужчина в контексте сильного, но дело в том, что вы, вы не используете свою собственную силу, вы ее подавляете, поэтому вы кажетесь какой-то такой мягкой и, ну, трусливым зайчиком, а на самом деле меня с ушками зайца, ну, в контексте мудрости, да, в контексте силы. Такое, женщина, вот вы просто не, не знаю, вы боитесь выпустить себя на волю, да, себя на свободу. Какие еще качества у вас есть, как у женщины? Ну вот, солнышко, вы очень женственные, вы с прекрасной интуицией, хороший психолог, человек, который знает, да, что нужно давать людям, очень мягкий, покладистый, но вот понимаете, дело в том, что вот, вот эта вот ваша мягкость, она уходит в минус, да, как жертвенность, иногда вы даже создаете такие стабильные, стабильную ситуацию для людей, которые, как это, ну, залипают, да, на нее, то есть к вам приходят, да, за каким-то словедом, становятся от вас зависимыми, и вы как будто бы так самоутверждаетесь, да, за счет своей, за счет того, что вы нужны людям, а на самом деле вы достаточно сильные, вот прям два великих аркана из разных колод перекликают, с одной стороны солнце, с другой стороны аркан силы, вы сильны, да, вы донор, но вот это вот донорство свое вы энергетически проявляете как-то через манипуляцию, а могли бы просто через проявление, да, вот это вот своего какого-то потенциала, могли бы просто радоваться жизнью, не грустить и сожалеть, да, и впадать в какие-то вот апатические состояния, а выходить со своей собственной драмой и светить. Здесь такое ощущение, что вы просто не знаете другого сценария, да, как это можно, и поэтому выбирайте то, к чему привыкли с детства, да, и то, как умеете, а здесь вам карты говорят о том, что вот ваше качество, как раз таки быть счастливым, не знаю, хотите предназначение, что хотите, выбирайте любое слово, но вот ваше как раз таки, ваш потенциал, вести людей за собой, но вести через собственную силу, да, вот ощутить внутри себя этот внутренний стержень, непоколебимый на то, на что вы можете опираться, получается так, что сейчас вы опираетесь как-то не то, что на вне, но вы опираетесь сейчас на свою пассивную, да, какую-то энергию внутри, а вам надо, ну, противоположное, на активное, то есть вы, по сути, по своей активный человек, достаточно страстный, то есть даже если, допустим, в сексе вы предпочитаете быть, ну, человеком, который получает, а внутри себя хотите больше активности, хотите выражать, да, какие-то свои чувства, хотите, может быть, предлагать что-то партнеру сделать, как сделать, то есть вот такое ощущение, что вы хотите, ну, самовыражаться во всем, а страхи вам этого не дают делать, вот такой вот вы, человек, и не дают это делать, потому что не то, что вы не знаете как, а здесь вот прям прослеживается то, что вы привыкли, ну, то есть вам неизвестен другой способ, и вы просто никогда ранее не задумывались, а можно ли как-то иначе, а карты здесь так очень интересно показали, имейте это в виду, что если они показали, то сейчас, видимо, вы доросли до того момента, когда вы можете быть активны, когда вы можете быть счастливым, успешным, вот что солнце говорит про удачу, что туз, педакли, он говорит о том, что вы удачливый человек, да, у вас есть вот потенциал, все варианты, возможности для того, чтобы достичь любых высот, будь то в финансах, будь то вот как-то в личной жизни, но не в контексте отношений, а в контексте именно ощущения себя, как человека, который может жить полноценной жизнью, да, то есть вот удовлетворение, наслаждение, то есть если бы вас спрашивали, счастливы, вот сейчас вы бы задумались, а на самом деле ваша природа, для того, чтобы вы постоянно, чтобы вы считали себя удачливым человеком, везунчиком по жизни, чтобы вы были прям в центре внимания, как солнце светили, да, чтобы вы были радостным, активным таким человеком, вот здесь вот в женщине, прямо вот две, два вот таких качества, гореть и светить, так, что еще? А, а теперь, если бы вы были мужчиной, а теперь, если бы вы были мужчиной, то каким бы мужчиной, каким бы качеством вы обладали? знаете, вот если бы вы были мужчиной, опять-таки, вот, ваша основа, она все равно бы была, смотрите, что как женщина, да, королева кристаллов, что, как мужчина, королева кубков, то есть вот ваша суть, она бы не изменилась, да, вот это вот умение чувствовать, умение ощущать, умение быть гибкой, принимать людей, умение, как-то вот подстраиваться, да, под людей, отражать им их состояние, интуиция, наслаждение, удовольствие, они не были бы вам чужды, будь то вы женщина, будь то мужчина, но как мужчина, да, вы бы были человеком, который очень четко бы желал быть именно, знаете, вот в таком, в равновесии, человек, который бы отрезал вот эти все иллюзии, да, то есть сейчас как женщина у вас есть, вам не хватает силы, вы боитесь отрезать иллюзии, как мужчина, у вас бы это качество было, вы бы четко смотрели, знаете, вот на вещи так, как они есть на самом деле, да, вы бы были достаточно справедливы, то есть не то, чтобы прослеживалась какая-то жесткость, но в принятии решения, да, вы бы, ну, вам бы хватило сил, да, если надо сказать нет, вы бы сказали, да, то есть вы бы жили по правилам и законам, вы бы были человеком таким, вот, уравновешенным, да, хочется сказать, и очень справедливым, человеком общительным, человеком, желающим развиваться, человек, который бы не проявлял очень ярко свою огненность, смотрите, как женщина, она у вас есть, вы ее не проявляете, и как мужчина, вы также не проявляете, вот эту вот свою огненность, яркость, знаете, было бы такое ощущение, что где-то очень, за какую-то вот инициацию, инициативу, прошу прощения, да, вы бы как будто бы, ну, то есть если бы чрезмерно, с напором как-то действовали, да, вам бы за это прилетала какая-то обратка, конечно, поэтому вы как мужчина были бы по справедливости, все взвешивали, но не уходили бы резко в чувства, либо, ну, больше бы я склоняюсь, к чувствительности, нежели к огненности, да, к каким-то движениям. Нет, вы не тот человек, который любит, любил бы, да, как мужчина, как-то вот передвигаться, видите, здесь огонь перевернутый, и здесь огонь перевернутый, а у вас, как у женщины, ну, вот эта вот огненность, она тоже не проявлена, смотрите, как интересно получается, что даже если бы вы были, мужчины все равно бы вот этот свой огонь не проявляли, больше бы, как-то, знаете, так же, как и женщина, любили бы больше природу, больше, как-то вот, я не могу сказать, что уходили бы в размышления, но сдержанные, вот вы как человек были бы по своей природе сдержаны. Проблемы бы у вас были с финансами, почему? Потому что здесь вас бы, знаете, как-то придавали, были бы предательства, смотрите, у двоечек, да, если я правильно помню, раньше были проблемы с отношениями, были бы предательства, вот здесь, вот если бы вы были мужчины, да, предательства бы продолжались, и вот эти вот, предательства, они бы выражались на работе, да, когда вот партнерство, да, кто-то бы кидал, то есть, проблемы с финансовым, с ресурсами были бы, еще, качество покажите мне. вы бы были человеком, таким достаточно, знаете, размеренным человеком, которым нравилось бы заниматься, эзотерическими знаниями, человек, который бы искал, все время выходы, нечто новое, да, вот что-то такое, мистическое, бы вас также привлекало, и вы бы все время желали, да, вот именно развития, переходить на другой этап, то есть, вот это вот, это вам было бы необходимо, видимо, сейчас, как женщина, вам тоже это нужно, вот это вот качество постоянного роста, постоянного движения вперед. Вы бы, и как мужчины, периодически впадали в какие-то вот печальки, да, и время, оно бы играло для вас важную роль, то есть, вы бы останавливались, либо время быстро выбежало для вас, я, по-моему, говорила уже двойка, да, в другом распаде, но неважно бы время, оно бы играло для вас роль, то есть, когда бы вы впадали в какие-то воспоминания, печали, зависание было бы, да, вы бы вот в этот период, да, находились, ну, вот с отношениями здесь не очень было бы, в развилке, выборе, то есть, когда, как мужчина, если бы были какие-то проблемы, да, на эмоциональном фоне, они у вас были бы, потому что суть-то все равно оставалась бы водная, но чувствительная, периодически бы, в заключении, что вы были бы каким-нибудь водным королем, сталкивались с какими-то развилками, с выбором, и вот этот выбор, он бы, долго вы бы выбирали, понимаете, вот идти по этому пути, либо по-другому, то есть, выбрать эту партнершу, либо вот остаться, да, в свободу, либо, например, семейную жизнь, вы бы как-то зависали, вот в этом все, то есть, вообще, движение вперед, да, развитие, да, духовное, да, но вот движение по жизни для вас было бы достаточно проблематичным. Так, это если мы говорили о женщинах, теперь давайте посмотрим мужчин. Если бы вы, если вы мужчина, сейчас, на сейчас какой у вас? А как мужчина, да, вот вы мужчина, сейчас у вас очень интересный такой период жизни, на самом деле, достаточно знаковый такой, и очень важный, потому что у вас идут перемены. Вы сейчас выбираете именно состояние, вы выбираете себя как мужчина, вы выбираете здесь перемены, непосредственно связанные либо с родом деятельности, родом деятельности, ну, то есть, с профессиональной сферой, либо как-то вот именно с развитием, то есть, здесь такое ощущение, что вы достаточно созрели для того, чтобы либо выбрать, ищите свое предназначение, да, по жизни, то есть, чем заниматься, куда идти, либо вы очень хорошо поработали над своими какими-то ценностями, да, и сейчас выбираете свой дальнейший путь. Да, то есть, как-то вот долгое время ничего в вашей жизни не происходило, я не могу сказать даже плохого, либо хорошего, вы как-то больше, ну, достаточное время были, как-то жили в свое удовольствие, и либо, вот мне кажется, что вы здесь практикуете как-то, медитации как минимум, и вот в этом состоянии вы как будто бы увидели, да, свой путь, куда вам дальше двигаться. Да, вы как будто бы просили о каких-то, о каких-то способностях, силах, либо как-то победить свой страх. Но вот здесь, в общем, очень глубокая работа шла, внутренняя, да, и сейчас вы приняли решение двинуться дальше, в неизвестное, именно по зову своей души, именно по зову своего сердца, туда, куда вы идете, вы идете в неизвестное, многое вам непонятно, многое вам не, неизвестно, но такое ощущение, что вы уже определились с выбором, да, то есть у вас был какой-то период, когда вы совершали именно вот духовный вот этот вот выбор, и по крайней мере сейчас вы для себя интуитивно, я могу сказать, что вот прям четко, видно, куда вы идете, для чего, но интуитивно понимаете, что вам нужно просто двигаться, и вы начали двигаться, и двигаетесь вперед. Опыта у вас достаточно, знаний достаточно, вы немножко не уверены, конечно же, по шуту вы не можете быть уверенным, но чисто интуитивно идете, иногда даже еще и сомневаетесь, но вот этот вот внутренний зуб, да, это как тоненький такой голосочек, и вы идете, картинка такая, знаете, запахи, и собака идет вот на запах, это да, еще не знает, не понимает, куда, но этот запах ее манит, вот она идет на этот запах, да, вот опять-таки, не качество, а ситуацию описали, вот вы вот такой вот мужчина сейчас. Хорошо, если бы вы были женщиной, то какой бы женщиной вы были, скажите мне качество, а то показывает ситуацию. Если бы вы были женщиной, вы были бы не достаточно зрелой женщиной, противовес, вот видите, как мужчина здесь достаточно зрелый, если он созрел для духовного развития, то вот как женщина нет, то есть вы были бы, как женщина, достаточно такой любознательной, да, женщина, которая интересуется, у которых очень много вопросов, женщина, которая хочет многое понять, разобраться, женщина, которая немножко остранный язык и которая, знаете, не контролирует свой базар совсем, такая, знаете, немножечко с ехидством, с колкостью, но при этом человек, желающий, знаете, женщина, которая слишком быстро повзрослела, в силу своего воспитания, либо в силу каких-то ситуаций, может быть, соответственность была, то есть женщина, которая рано стала, выросла, вот из девочки, сразу в женщину превратилась, то есть период этой девушки у нее не было, почему, потому что здесь выпадает достаточно такая ранимая, чувствительная, как женщина, вы бы были закрыты, потому что была какая-то боль, какая-то рана душевная, да, с какими-то потерями, то есть смотрите, сейчас, да, у вас был период, когда вы занимались самокопанием, исканием, и вот как бы женщина, да, вы бы тоже сейчас проходили, какой интересный расклад, ну я просто вижу, как это перекликает, вот эти вот нити, да, вы бы, как женщина, сейчас тоже проходили какой-то урок потери, потери себя, для того, чтобы обрести вновь себя, то есть какой-то опыт достаточно болезненный, может быть, это было бы связано как-то с отношениями, не знаю, но вам надо было познать себя, то есть вот этот вот, как мужчина, вы его познали, идете дальше, а вот как женщина, вы бы сейчас его проходили, вы узнавали себя, да, у вас бы сейчас был период как раз-таки разрушения, и вы бы искали ответы, какие-то мудрые ответы на вопрос, почему, почему со мной это произошло, почему это все случилось, и вы бы как-то сейчас, именно как женщина, не проходили бы вот этот вот урок, то есть если как мужчина вы его прошли, идете дальше, то как женщина вы бы не проходили, у вас бы еще не было вот этого вот перерождения, а что бы у вас было разрушено, вы знаете, вы бы как-то закрывались сейчас от того, чтобы что-то узнать, то есть возможно здесь что-то произошло, как-то вот боль какая-то сердечная, и как будто бы вам нужно было вот вскрыть это, узнать и пойти дальше, то есть измениться, поменяться и пойти дальше, а вы не захотели этого узнать. Такое ощущение, что знаете, вот как женщина, например, приходит и говорит, вот твой муж, например, твой мужчина изменяет, а она говорит, нет, я не верю в это, да, ну то есть ей показывает, а она говорит, нет, я не верю, и остается, то есть здесь вот, вы бы как женщина не прошли вот этот вот урок. Хорошо, качество мне покажите. Ну достаточно, опять-таки видите, достаточно агрессивный человек, который не показывает свою натуру, человек, который не показывает свою суть, очень такой, как ёжик колкий, несоциальный человек, да, человек, который предпочитает быть в себе больше, но человек, человек способный, человек, который может как-то лечить, да, людей, как-то вот, ну вот исцелять, исцелять от каких-то утрат, вот какая-то здесь способность была бы, защита, да, вот могли бы какую-то вот, как-то предостерегать других людей от того, что с ними произойдёт, да, вот как иногда бывает, вы знаете, вот люди есть удачные, вот что бы с ними произошло, такое ощущение, что вот у них сделка с какой-то стихией, да, и вот, ну, там, где есть пожар, вот везде, допустим, будет гореть, а там, где этот человек находится, пожара не будет, либо будет избегать, вот здесь вот, как будто бы, у этого человека никогда бы в доме не было, вот, краж, да, вот никогда бы не было, каких-то потерь, как-то, как талисман, что ли, вы как будто бы деньги никогда бы не теряли, как-то так, что ещё, какое качество, знаете, здесь лёгкости какой-то не хватает, я не могу сказать, что вы как женщина были бы глупой, но в любом случае, не тот человек, который может анализировать, не тот человек, который схватывает на лету, не тот человек, которому было бы интересно, что-то изучать, ну, то есть, живёт, живёт, занимается какими-то своими делами, и окей, здесь не было бы связи с высшими силами, понимаете, как женщина, интересно, как мужчина есть, а как женщина нет, как такое может быть, как можно так выбирать судьбу, офигеть, я, я очень удивлена, вот такая вот у нас вторая позиция для мужчин, позиция номер, ауч, позиция номер 3, давайте теперь посмотрим, если вы женщина, а вы как женщина, какая вы, так, третья позиция, так сделаю, много места забирает, вот, какая вы как женщина, боже, двуликая женщина, не двойственная, двуликая, выпала и луна, и выпало солнце, вы и внутренний мир, и женственная, и нежная, и чувствительная, и где-то, знаете, человек, который занимается, как-то, знаете, вот иногда непонятно, и необъяснимо, хотел сказать, занимается самообманом, но здесь не про это, а здесь вот, с одной стороны, вы достаточно нежная, а с другой стороны, когда нужно, вы можете быть им достаточно огненной, страстной, и очень жесткой, здесь такое ощущение, что, как женщина, вот вы имеете полный спектр, то есть два светила, солнце и луна, и то, и другое, то есть одно олицетворение мужского, другое олицетворение женского, оно в вас присутствует, присутствует, с одной стороны, некое, такие лидерские качества, да, качество человека удачливого, солнечного, яркого человека, который может вести за собой, человек, который умеет радоваться, человека праздника, да, эгоистичного в какой-то степени, но только тогда, когда нужно, я бы так сказала, с другой стороны, вы наоборот, впадаете, периодически, знаете, у вас какая-то цикличность идет, да, здесь даже хочется сказать, есть женщины, которые живут по лунному календарю, а есть женщины, которые живут по солнечному календарю, иногда вы вот в своей вот этой вот цикличности, впадаете в какую-то, немножко апатию, нежелание, знаете, с одной стороны, вы бываете человеком, который принимает, да, немножко пассивным, а с другой стороны, вы можете быть и активным, здесь вот как-то даже вас характеризовать нереально, но при этом, с мужской стороны, то есть, мне кажется, они просто сбалансированы, вот эти вот энергии, мужские и женские, но с другой стороны, рыцарь, жезлов, это персонаж, который достаточно активный, поэтому я склоняюсь в большей степени, что вы активны, человек, которому, как говорится, не дай бог, зайдет какая-то идея, но должен ее обязательно реализовать, то есть, взял, сел на коня и поскакал, это тот человек, который хочет получить опыт, хочет получить знания, ему они интересны, информация, она ему нужна, она ему важна, это даже человек, который может работать так за идею, да, да, бываете конфликтными, да, бываете иногда человеком, который отстаивает свою правду и не может увидеть, допустим, сторону другого человека, то есть, человек, который не идет на компромисс, но это тогда, скорее всего, когда вы проявляете свой эгоизм по солнцу, с человеком, с которым сложно договориться и человек, которому именно важно вот это вот понимание получения, достижения, вот этот вот процесс, он важен для вас. Еще какая вы женщина, ну вот на луну, так интересно, на луну вытаскиваю, выпадает пятерка костей, то есть творящая о том, что он страх, то есть на страхе, как раз таки страхи и выходят, да, но дело в том, что в процессе вашего развития ваши страхи стали, как этот, больше, вроде со старыми страхами, вы как-то разобрались, уже ужились, а новые сейчас у вас появляются, да, и вы как-то боитесь, то есть появились какие-то, расширились ваши горизонты, и появились новые страхи, и периодически вы в них как-то вот впадаете. Бывает такой период, когда вы не действуете, не двигаетесь, и начинаете бояться. А с другой стороны, вот на солнышко вытащила человека, который хочет, знаете, ради какой-то своей цели, да, примириться. То есть я сказала о том, что вы не идете на компромисс, но внутри себя вам иногда, иногда важно вот это вот примирение, я бы сказала, не с внешней меры, а внутри себя. Возможно, очень часто как-то у вас вот, то, что это внутренняя борьба, а какая-то вот двойственность, вот она все равно у вас присутствует, да, когда вы не можете примирить какие-то две части, вам кажется, что они кардинально между собой противоположные. И их как будто бы соединить и примирить нереально. Иногда у вас вот это вот возникает, и это основано как раз таки на вашем эго. У вас, знаете, тут иногда бывают такие сомнения, да, не знаю, что выбрать. Не то, что проблема выбора, а вот, как бы так сказать, вот скорее всего вот эта вот часть, да, вот теневой ваш аспект и светлый. Вот сложно их как-то примирить, понимаете, то есть вы как будто бы можете в один момент отрицать свою светлую сторону и говорить, вот я вот такой, да, и обозначивать себя как-то негативно. А с другой стороны, наоборот, иногда у вас просыпается очень сильно вот этот вот негативный аспект, тьма какая-то, да, и вы как будто бы отрицаете вот этот вот свет. А что-то здесь вот такое бывает, но это циклично, это периодически у вас такое. Знаете, это с чем связано? Это связано с теми людьми, с которыми вы взаимодействуете. Почему? Потому что вы как будто бы отражаете людям их собственный свет. Вы как зеркало, да, с кем взаимодействуете, вы отражаете этому человеку. Поэтому может казаться, что вы по характеру какой-то вот такой нестабильный. Ну, то есть, если, допустим, с вами мягко общаются люди, да, достаточно комфортно, и вы с ними так общаетесь, и у вас такие эмоции, ну, как это, не то, что вот подражение, а ну вот как зеркало, действительно, то есть, ну, иначе никому. Вы отражаете те эмоции, тот свет людей, с которым вы взаимодействуете. Но на рыцаря мечей, мечей вот этого вот достаточно конфликтного, жесткого человека, который выпадает здесь, это воздушные части воздуха, это человек, который стремится получить вот этот опыт в познаниях, человек, который действует, и вот в процессе действия совершает очень много ошибок, потому что его энергия, она достаточно такая резкая, да, достаточно такая колкая иногда, вот на слова вы можете, да, можете что-то вскрыть, да, сказать какую-то правду, достаточно болезненную. И здесь выпадает дьявол, то есть иногда у вас просто бывает такое, что, ну, как повелись, да, я не могу сказать, что вы по своей натуре конфликтный человек, нет, но иногда вы ведетесь, иногда вы ведетесь на какие-то искушения, на какие-то мысли, может быть, вы даже совершаете какие-то покупки, которые просто вам, вот вы становитесь одержимым, да, вы не совсем понимаете, зачем вам это нужно, ну, как будто бы, вот знаете, бес попутал, да, я пошла купила это, мне это не надо было, вот пошла и купила. Вот что-то здесь такое, вот искушение у вас идет, а на что вас искушают? А искушают вас на какой-то вот именно баланс, да, вы выходите из баланса, вам очень нравится общение с людьми, в общительный, коммуникабельный человек, но иногда здесь такое ощущение, что вот люди вас выводят из себя. еще вас могут искушать, мне хочется сказать, какие-то безделушки, да, вот как у вороны, что такие вот всякие блестюльки, вот все такое, вот что-то такое, все, что блестит, да, все, что иллюзорное такое, да, вот оно как будто бы вас искушает, как бисер, бисер, вот просто сами себя искушаете какими-то вещами, зачем вы это делаете? Ну, не знаю, здесь такое ощущение, что это как-то вот в вашем понимании помогает вам идти в новое, как-то что-то познавать, вы как будто бы через эти искушения развиваетесь, ну, это ваш способ познания себя, познания своего какого-то мастерства. Ладно, вот такая вы женщина. Теперь, если бы вы были мужчиной, то каким бы мужчинам, мужчиной вы были бы? Хочется сказать судьбоносным. Знаете, мужчиной все равно с женскими качествами. Вот смотрите, как женщина, у вас вот хорошо сбалансировано вот это вот не мужские качества и женские, но больше с мужским, да, а если бы вы были мужчиной, то вы бы больше, в большей степени как-то вот скатывались к женщинам. Почему? Потому что выпадает королева жезлов. Ну, то есть, женский архетип. Угненная часть воды. Женщина, которая, скорее всего, мужчина, да, который вершит как-то вот, знаете, свою судьбу. Есть такое ощущение, что вот вы бы были с хрониками работали. Не знаю, почему мне это пришло, но то есть, если практика, вы были бы практиком однозначно, да, то есть, эзотерику бы вас потянуло так или иначе, мистиком вы бы так или иначе пошли, то есть, человеком, который работает как-то с нитями судьбы, с нитями времени. Вот смотрите, что колесо, что луна, это и то, и другое, говорит о некой такой цикличности. Я не могу сказать, что вы были бы стабильным человеком, да, фартовым, потому что луна тоже говорит, что как женщина, как и мужчина, вы фартовый, удачливый человек. Но здесь не идет то, что как мужчина, вы бы, я только подумала маг, и у меня выпадает аркан мага. Вот у меня такое ощущение, что вы были бы хорошим магом, то есть, человеком, который бы, чародей, да, человеком, который бы занимался какими-то вот этими знаниями, да, ритуалем, это если для практиков, то есть, так или иначе, вы бы были бы эзотерики. Если не говорить, допустим, для этой категории людей, то вы бы были хорошим таким, знаете, человеком. Сейчас, достаточно, хочу видеть образ. Мужчины? Скажи. Здесь, знаете, вы бы были таким, почему-то мне показывают юноши, не показывают мужчину, таким, с красивой такой внешностью, моложавый. 30, 35, макс, лет, и здесь история показана о том, что молодой парень, который как будто бы что-то узнал, знаете, как человек, который путешествует как-то по мирам, человек, который путешествует по временям, может быть, вы бы практиковали это, и получил какие-то знания, и вот я вижу, что он откуда вот так быстро-быстро убегает, и в охапке, то есть под мышкой у него какие-то, какой-то там бумага, свиток, что-то такое, то есть с какими-то знаниями. это говорит о том, что вы бы так или иначе познавали что-то, вы бы так или иначе были человеком, которому, ну, блин, однозначно женские энергии выходят. Знаете, вы были бы работали, может быть, окружало бы вас очень много женщин, причем разных. Вы были бы любимчиком женщин, пользовались бы успехом, человеком, который, знаете, достаточно такой сбалансированный, то есть сейчас, да, у вас луна, солнце, а тут как мужчина здесь проходит умеренность, то есть человек, который умеет сбалансировать, да, внутри в себя, вот в себя, вот эти вот эмоциональные какие-то качели. Человек, который, знаете, здесь любит вот эти вот, ну, кроме того, что вы бы очень любили женщин, женщины бы любили вас, а здесь было бы такое, знаете, вот почему-то мне идет, что вам бы нравились женщины старше вас, чтобы как-то вот приголубили вас, что ли, не знаю, нравится вот вам женщины, нравится вот эта вот женская энергия, она бы вас наполняла. Здесь такое ощущение, что вот эта энергия, она вам нужна, она вам нужна для ваших собственных знаний, для какого-то развития. Женщины бы вас наполняли, понимаете. Хорошо, характер покажите мне этого мужчины. Да, здесь выпадает мак, а здесь выпадают маски. Человек, который мог, знаете, очень прекрасно взаимодействовать, я не хочу говорить, манипулировать, но взаимодействовать с женщинами мы бы смогли точно, то есть умение, здесь такое ощущение, знаете, проходит как казановое, вот ваш смысл жизни был бы именно в познании как-то самой жизни через женщин, вот через ее натуру, через ее понимание, вот как казанова у него не было ограничения каких-то возрастных, ну, конечно, гендерных тоже, но вот, то есть желание именно познать человеческую душу, то есть вы не то, что были бы бабником, да, просто, который шляется с кем попал, нет, у вас был бы такой контингент женщин, которые, у которых вы бы что-то перенимали в качестве знаний, вот, еще такое ощущение, что вот вы бы служили, это было бы не это время, 100%, если по первой позиции наше время, то здесь почему-то я вижу какое-то вот прошлое время, ну, прошлое века, я не могу определиться по времени, почему я вижу именно так, потому что время на самом деле, ну, кто знает, а многие из вас знают, оно не линейное, то есть нет будущего прошлого, это просто разворачивается ситуация, один из вариантов, который мог бы быть, и это было бы как-то вот, как-то прошлое время, не так давно, но все равно прошлое, может быть, 18-й век, это вот где-то период эпохи возрождения, где-то там, где-то 17-18-й век, почему-то я вижу, ну, такой, знаете, вот, как Фигаро, то есть, ну, услуживый, да, дамский угодник, но при этом достаточно такой, знаете, человек, который параллельно получает какие-то знания, вы бы однозначно не работали физически, и вы бы не были игроком, а кем бы вы работали, а вы бы путешествовали, вот я же говорила, и как-то вот, то ли, знаете, вот, интересно, такая вещь, вы как будто бы путешественник во времени, вы не живете в том времени, а вы путешествуете, вот вы как будто бы портал открылся, вы переходите из одного времени в другое, либо как-то это было связано с другими мирами, но однозначно, предсказание перевернутое, вы бы даже, нет, это было бы не ваше, вот здесь вот путешественник во времени, сто процентов, хорошо, качество покажите мне, ну, спрашиваю, какие качества, у меня выпадает обучение, понимаете, вы бы все равно, либо обучали, либо учились у кого-то, у вас бы не было семьи, она, ну, в принципе, во-первых, вы достаточно молоды, а во-вторых, вы достаточно свободолюбивый человек, и семья бы вас сковывала в ваших познаниях, но это было бы для вас некие кандалы, представляете, и на ракульной колоде, опять-таки, выпал маг, только здесь уже более зрелый, да, то есть маг у меня выпал на одной колоде, и маг у меня выпадает на ракульной колоде, ну, вот это вот была бы ваша профессия, я не знаю, как, как еще сказать, хорошо, что-то такое, вот что было бы такое особенное, если бы вы были мужчиной, вот хочется спросить, вы бы были одним, ну, то есть не опирались бы на партнерство, ну, потому что это иллюзия, и здесь выпала луна, там луна, и тут луна, вот как-то это было бы связано, вы бы не ритуалили, нет, а вы были бы именно магом, не колдуном, а магом, потому что здесь луна, здесь как-то вот путешествие, как-то это было бы связано с астралом, может быть, вы были бы в каком-нибудь ордене, ну, и здесь выпадает путешествие, мир и путешествие, нет, вы бы все равно как-то вот путешествовали, как по времени, так и по жизни, хорошо, ну, здесь, в принципе, одно и то же уже показывают, то есть карта уже дублируется, хорошо, давайте теперь посмотрим мужчин, какой вы мужчина по третьей позиции, ну, смотрите, как мужчина на данный момент, у вас что-то происходит, разрушается какая-то ваша стабильность, разрушается ваша стабильность, эмоциональная какая-то стабильность, может быть, гражданский брак как-то у вас был, как-то вы создали какую-то, хотели создать какую-то свою систему, и она разрушается, да, это как-то может быть связано, с финансами, с материальным аспектом, как-то возможно вы хотели некой такой стабильности, да, финансовой, и у вас это не получилось, а почему произошло здесь разрушение, как-то не послушали вы себя, не послушали, не пошли по зову души как-то, и представьте, здесь башня, здесь башня, прикольно, что-то произошло, что-то произошло, и пошло некое разрушение вашей стабильности, все, я поняла, вам как-то не захотели двигаться дальше, и у вас здесь все разрушилось в финансовом аспекте, хорошо, какой вы человек, какие качества, вы человек, который стоит на выборе, человек, интересно, у женщин тоже выпадал маг, на мужчин, маг на мужчин выпадал, а здесь вы мужчина маг, интересно, человек, который стоит сейчас на выборе, да, непосредственно связанный с коммуникацией, хочет определиться, как ему взаимодействовать с внешним миром, что-то здесь не совсем гладко у нас с общением, это как-то связано с целями, как-то не можете договориться, разрушение пошло, может быть какие-то контракты ваши, может быть какие-то договоренности, и не срослись, разрушилось, но это все было разрушение по справедливости, так и должно было быть, что-то вам надо было выбрать, а вы пошли не тем путем, вот хорошо, прошу характер, а мне показывают вот ситуацию, ну как быть, хорошо, покажите мне ваш характер, хотя в принципе помогу, но человек, у которого есть желание, у которого есть амбиции, достаточно справедливый человек, который очень много вспоминает, да, человек, который вспоминает как-то прошлое, а что именно в этом прошлом вы вспоминаете, А то, как вы взаимодействовали, семью как-то свою вспоминаете, я же говорю, может здесь у кого-то брак разрушился, а возможно у кого-то на работе какие-то разрушения. И вот ваш характер, он такой, знаете, вы не находитесь в иллюзиях, вы четко знаете, что вы хотите, как вы хотите, вы взаимодействуете иногда достаточно холодно с людьми, но при этом у вас есть амбиция, у вас есть желание, желание как-то расширять себя, желание, ну пока вам не все понятно, да, ну во-первых, вам нравится путешествие, вам нравится, как раз коммуникация, говорила о дипломатии, возможно, знаете, вот такой некий миротворец по своей натуре, человек, который, может быть, бизнес разрушился, и сейчас вы как-то его выстраиваете, может быть, онлайн, такое тоже может быть. Человек, которому нужно совершить какой-то прорыв, человек, которому нужно выйти на другой уровень, то есть пришло время расширить, более масштабно смотреть на вещи, какие-то перемены, да, здесь человек, который ждет каких-то перемен, но пока он их не получает и находится в пассивности. Вы готовы, вы готовы уже двигаться, вы готовы уже совершать действия, уже прям, как говорится, все горит, но пока вы этого не делаете, а как-то вот вспоминаете именно о прошлом, ну вот как-то, не переживаете, никак не можете принять, не можете принять ситуацию, да, не можете принять ситуацию, да. То есть если это связано с отношениями, как-то не можете принять этот развод, если это не связано с отношениями, то как-то вам сложно принять то, что, ну вот пока не получается вам двигаться вперед. Хорошо. Если бы вы были женщиной, давайте посмотрим, какой бы женщиной вы были, покажите мне характер женщины, ну семейная, семейная, семейная женщина, которая влюблена, женщина, которая смотрит за своим домом, ухаживает прям, женщина, которая любит гармонию, баланс, как-то сложно этой женщине даются какие-то обязательства, но прям вот вся в кубках, вот прям вся такая нежное удовольствие, ну вот дом, да, вот чувствуется здесь человек домашний, хоть и выпали кубки наслаждения и удовольствия, но здесь вот почему-то мне идет больше дома, как будто бы много ответственности, и она на себе тащит вот эти вот все ответственности на себе, связанные с домом, но при этом, знаете, как женщина, которая хочет этой любви, но она почему-то закрыта, она почему-то закрыта от этой любви, либо она ее не получает, либо она как-то, что-то связано здесь с союзом, она не может построить, да, у вас бы сейчас были проблемы, а вот смотрите, как раз как мужчина, да, у вас здесь выходит развод, ну либо что-то не состоялось в семье, в отношениях, и как женщина у вас бы тоже не было, была бы проблема с созданием именно семьи, основанной на любви. Да, почему? Потому что вы, как женщина, были бы достаточно холодной и слишком такой идеальной. Вы бы как-то знаете, есть такое ощущение, что вот нет удовлетворения, да, в любви, то есть вы готовы, как женщина, любить, но есть какие-то тайные знания, которые, возможно, вы познаете. Здесь ощущение, что вы занимаетесь чем-то таким мистическим, и не получается у вас пока создать, как женщина, семью, полноценную семью, такую, какую бы вы хотели. И здесь еще, знаете, здесь как-то вот все связано с тем, что те знания, которые вы имеете, вы как будто бы не умеете их применять на практике, вот именно как женщина, не можете найти ключи, решения своих каких-то задач, то есть вы ищете, вы в поиске и не можете. Ну, это связано как-то вот с семьей, прямая связь удовольствия, семьи и желание любить. Здесь показывают как-то вашу работу, и она не связана со знанием. Вы как-то бы знаете, может быть, ну, кроме того, что вот вам бы интересно было бы заниматься, вот знания, да, какие-то получать, не практиковать их, возможно, вы бы работали как-то с детьми, семья, дети, вот это для вас важно. Вот вы прям очень-очень такая бы земная женщина бы, да, с одной стороны, как-то холодная, идеальная, которая не поступится, не подступится, а с другой стороны, не знаю, может быть, вы либо с детьми работали, да, может быть, ваша душа была такая радостная, как маленький ребенок. Вот здесь была карта о цветок, и я спрашиваю, с чем интересно связана вот эта вот чистота, невинность ваша? У нас такое ощущение, что это как-то вот король, а, за вас как будто бы не брали ответственность, ну, вам не предлагали, понимаете, здесь проблема, как женщина, вот она вся крутится вокруг семьи, как будто бы она не может реализоваться, как женщина, не может создать эту семью. Вроде бы мужчины есть, но как-то не предлагают, как-то не могут создать. Хорошо, качество, покажите мне качество. Я прошу качество, а мне показывают историю, понимаете, как-то говорят, какие качества, ты посмотри, какая бы женщина. А вот здесь, вот смотрите, женщина здесь, дева прекрасная, она переворачивается, говорит о том, что, ну, вот вы не совсем-то невинная, понимаете, а с чем это связано? Что-то вы такого делаете, что, как женщина, что, ну, не получается. Какой-то ловушка, здесь ловушка в чем заключается? Какую-то ловушку строите? Как-то защищаетесь, как будто, от кого вы защищаетесь? От мужчин, от мужчин, которые, такие, знаете, творческие, такие личности, от кубков. Вот вы как будто бы выбираете, как мы любим говорить для женщин, не тех мужчин, да, кубковых мужчин вы выбираете, как женщин, которые не берут за вас ответственность, да, которые слишком, ну, много говорят, вот, и... А действия не совершают. Хорошо. Какая вы женщина? Какой у вас характер, как женщина? Такое ощущение, прям, не смотри на картах, а включай свою интуицию. Ну, ну, вы другая колода и тоже говорит о союзе, ну, понимаете, здесь союз, вот здесь двойка кубков, и здесь где-то в оракульной, и у меня тоже, как-то там, что-то там выпадало такое, влюбленное или еще что-то. Какая бы вы женщина были, да, ты прекрасная партнерша, человек любящий, человек гармоничный, исцеляющий, но при этом человек, который, знаете, в каких-то моментах все равно есть ограничения. Я не могу понять, с чем связано ваше ограничение. А здесь вот именно ограничения, связанные с семьей. Здесь тоже десятка кристаллов, там десятка кубков, здесь десятка кристаллов. Раны какие-то сердечные, да, были бы у вас, как у женщины, опыт был достаточно болезненный. Здесь такое ощущение, что мужчины проживают сейчас какой-то достаточно болезненный, да, урок для вас. И вот если бы вы были женщиной, вы бы тоже сейчас, потому что здесь такое ощущение, что вот вы, вот то, что с вами происходит как с мужчиной, здесь такое ощущение, что посмотрите на свою партнершу, и вот вы как женщина бы сейчас точно такой же схожий опыт бы проходили, когда женщина как-то же жертвовала собой во имя любви. Вот я сказала, да, во имя любви кубковый король, вот он король кристаллов. Ну, то есть, понимаете, здесь не про качество, здесь рассказывается история о том, что да, и мужчина был достаточно эгоистичным, наслаждался своей жизнью. Есть такое ощущение, что вот если меня смотрят мужчины, как будто хочется сказать, посмотрите, как бывает с точки зрения женщины, да, когда она переживает очень о том, что она надеется как-то на то, что создаст семью, а мужчина не готов брать за нее ответственность. Вот она переживает. Вот если бы вы были женщиной, вот вы такой были бы. Да, вот такой вот расклад у нас получился, не знаю, что вышло. Я на самом деле очень порадовалась, очень прям покайфовала. Я благодарю за идею сегодняшнего расклада. Я, к сожалению, не помню имя девушки, которая предложила этот расклад. Впредь буду более внимательна и буду озвучивать Ники, либо имя человека, который предлагает расклад. Но я очень-очень вам благодарна за то, что вот предложили эту идею. Я даже не ожидала, что она будет, ну, вот такая вот закватывающая для меня. То есть, ну, представляете, как в жизни, в пространстве вариантов, когда ты являешься, ну, например, человеком до одного пола, а тут тебе говорится, что смотри, что даже если бы ты был человеком противоположного пола, то, безусловно, бы история того, что ты проживаешь сейчас, она бы как-то повторилась, да, но уже в другом, в другой форме, в другом облике. И, хотя не по всем позициям, да, разные были истории, не факт, но все равно как-то перекликалось. И это для меня показатель того, что неважно, мужчина ты, либо женщина, то есть урок, который ты должен пройти, ты вот так иначе проходишь. И вот карты сегодня показали, что, в принципе, уроки-то мы проходим, только именно, возможно, важно именно вот в этом поле, да, то есть как мужчина, либо как женщина пройти, для чего-то это было важно. Я вот думаю сделать еще расклад на тему, почему я выбрал это тело, да, ну, именно, тоже будет, наверное, интересно, ну, то есть тело вот такое, как оно выглядело, допустим, у меня, да, вот так, как я выгляжу, почему я выбрала именно такое тело, да, потому что запрос был тоже такой очень интересный. Вот. Я не знаю, насколько понравился расклад, пишите обратную связь о том, что нравится ли вам вот такие вот, ну, в моем понимании, необычные, не совсем традиционные расклады, но все равно через них можно познавать очень много интересного о себе. Для меня это было сегодня прям таким, знаете, удивлением, не знаю, было удивлением. Все, прощаюсь с вами, до новых раскладов, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok